всем привет меня зовут катя и вы на канале ароматик бабл сегодня у меня будет распаковка посылки из группы emerald molds пора уже готовиться к осени как бы это страшно не звучало но осенние праздники никто не отменял давайте посмотрим сколько красоты вот видите меня тут такая богатая посылочка сколько красоты я получила у меня уже есть несколько осенних форм я кстати уже показывала снимала обзорное видео показывала осенние да впрочем как и зимние тоже формы но в этот раз я решила добавить свою осеннюю коллекцию осенними цветами то есть будем с вами собирать осенние композиции и также заодно хотела вам сказать что он группа emerald molds и организаторы наташа и серёжа любезно предоставили промокод для моих подписчиков до конца июля по промокоду который вы сейчас видите на своем экране вы получаете гарантированную скидку 10 процентов на один заказ из всего ассортимента этой группы кроме комплектов они находятся в группе выгодные предложения и там уже идут и так с хорошей скидочкой вот поэтому при заказе если вы будете делать заказ в этой группе через закладку товары обязательно указывайте этот промокод и вам посчитают скидочку 10 процентов также этот промокод я обязательно пропишу в описании под данным видео так что вы ничего не забудете и не пропустите так я разобрала все формы по темам так чтобы мне проще было вам их описывать и про них рассказывать у меня уже есть подсолнух sunrise я заказывала самый большой и с ним мы уже с вами поработали я уже собирала осенний букет кашпо в осеннем как раз в прошлом году вот подсолнух очень понравился очень такой живой настоящий но и сейчас я решила заказать себе две другие формы вообще как-то цветов из этой группы у меня особо не было и тут я решила все-таки дополнить свою коллекцию так это у нас получается большой я вам уже показывать не буду кому интересно можете зайти по ссылочке сейчас сверху экрана можете зайти посмотреть то обзорное видео это получается средний подсолнух вот такой посмотрите какие вообще фактурные листья так а это бутончик при желании можете заливать зеленым цветом вот это вот боковушку либо можете заливать просто желтым цветом и потом затонировать например сухими тенями очень удобно наклеечки идут на формах поэтому сейчас первое время пока я еще их особо плохо визуально отличаю я не буду путаться что же у меня такое так это георгин феликс меня конечно уже много георгинов но их по моему лишними никогда не будет посмотрите какой красивый какая серединка такая вот фактурная много лепесточков сейчас мы с вами сделаем пробную заливку посмотрим как они выглядят а потом уже в отдельных видео я вам буду показывать конкретно мы будем с вами заливать цветы под конкретные букеты и собирать непосредственно букеты потому что к 1 сентября не знаю кто как но по моему пора уже начинать готовиться хотя бы попробовать какие-то букетики залить собрать вот выложить в ассортимент кто где выставляется я не знаю у меня основная площадка это контакт идет все основные заказы у меня идут оттуда вот потом если у меня есть еще какое-то время остается свободное то я выхожу на авито то есть авито это у меня не основная площадка это вот только если например что-то у меня остается в наличии или как я уже сказала есть свободное время и можно охватить еще какой-то участок вот поэтому обязательно с вами будем заливать будем собирать вот сегодня нам необходимо просто это все посмотреть попробовать так гладиолусы у меня уже были от одной из групп я там кстати ветку гладиолусов собирала если кому интересно можете зайти вот опять же по ссылочке вверху экрана можете зайти посмотреть вот эти гладиолусы для меня пока незнакомые так давайте смотрите они пронумерованы 1 2 3 4 5 1 это самый большой гладиолус так смотрите какой красивый какие лепесточки так 1 это 2 он уже поменьше идет если представлять себе вот эту вот ветку до гладиолусов то этот и этот идет самом низу потом идет сверху вот этот вот цветочек 2 потом в 3 4 в принципе они похожи их можно поставить выше ну то есть вот так вот да предположим 5 форм как раз залил и ветка принципе уже готова можно сразу в стаканчике собрать букет так вот такой третий цветочек предположим сюда его 4 он уже идет без серединки да то есть если 1 2 3 идут именно серединочкой вот с этой то 4 идет просто такая вот какая-то рельефная такая штучка интересная и завершает все это у нас уже вот такая вот ветка с бутонами так вот так вот так здесь получается как я понимаю наверное три цветочка два боковых и один центральный вот вот и смотрите и получается у нас как раз вот такая вот веточка так дальше хризантема здесь у меня получается три вида хризантемы хризантема кармина ирида и амадея хризантемки обожаю вот прямо именно осенние букеты с рябинкой да что то такое вообще осенью очень красивые букеты именно своей вот яркостью какой-то летние букеты они буйством то есть такие вот да получаются смешанные букеты да можно туда напихать всего чего угодно ромашки васильки колокольчики весенние букеты они скорее такие нежные да тюльпанчики все это а вот осень это буйство в красок это вот как раз моё наверно то есть я больше предпочитаю яркие цвета чем спокойные так по величине давайте попробуем посмотрим наверное ирида самый большой цветочек обратите внимание да на форме в три разреза очень удобно потом извлекать изделие из формы готовые то есть нигде ничего не обломается не порвется не оторвется и так далее так это хризантема кармина такой уже более более такой как бы фактурный да так и хризантема амадея вот этот более спокойно видите у него уже меньше всяких волокон и он скорее похож на бутон каком-нибудь из этих цветков вот и вот такую вот это букетные вставочки очень мне понравились в плане того что например добавлять к подсолнухом и так придумала что они знаете на что похоже на колосья какие-то они не только подсолнухом но и также букет из полевых цветов мне кажется отлично подойдут сейчас я вам их покажу внешне неприметные но мне кажется что если их интересно залить что должно интересно получиться вот посмотрите они похожи на люпины чисто визуально да вот такие вот шишечки колосья люпины мускари да ну то есть вот кто кто подо что их может залить в принципе можно и в нежном цвете да в каком-то вот так это у нас букетная вставочка 2 это букетная вставка 1 вот немножко отличается рисунок так я не думаю что здесь какие-то на сложности с проливкой будут ну давайте по порядку начнем все это заливать давайте наверное начнем с гладиолусов так я предлагаю сегодня особо не выпендриваться с гладиолусами их очень красиво заливать например в два цвета когда вы сначала заливаете один а потом доливаете второй цвет и тогда вот вместе этой серединке тут образуется такое красивое пятнышко сегодня я этого показывать не буду мы с вами гладиолуса зальем в один цвет сделаем их такие нежно розового цвета серединке буду выделять желтым для этого я взяла белую основу сюда добавлю желтый пигмент и потом для того чтобы залить зелень у моего цветочка в эту желтую основу я добавлю несколько видов зеленого пигмента и несколько капель коричневого то есть мы будем добиваться цветов травы сам гладиолус так я уже сказала будет розового цвета для этого белую основу я добавлю пигмент южный закат в растопленную основу добавляю желтый пигмент давайте наверное даже сюда добавим несколько капель пигмента лайм вот такой вот зеленоватый получается оттенок и с помощью пипетки заливаем серединке серединке очень удобно и так что тут даже спиртом можно не сбрызгивать так и пока основа у меня еще жидкая давайте замешаем сюда зеленый цвет вот такой вот зеленый у меня будет так и добавляю сюда одушку так добавляем пигмент южный закат и будем заливать сначала нижние цветы для этого мы процарапываем серединку хорошо сбрызгиваем формы скрепляем их резиночками и заливаем основу наливаю я под наклоном прокручиваю простукиваю форму и доливаю до конца для заливки верхнего вот этого до страничка этого бутона я буду использовать пипетку и мне нужно подогреть одновременно основу в двух стаканчиков так как зеленую основу мы будем потом доливать получается в эту форму она у нас должна быть не слишком горячей иначе на растопит нам розовые элементы сбрызгиваем форму и с помощью пипетки наливаю розовую основу в три бутона слегка наклоняем форму даем основе немножко застыть переворачиваю и заливаю второй бутон лишнюю основу которая у меня вытекла на стеночке я убираю самое главное не дать основе прямо колом встать нам нужно чтобы она смешалась зеленой основой впрызгиваем спиртом скрепляем форму и наливаем сюда зеленую основу давайте зальем хризантемы для заливки этих цветов основа должна быть горячей как-то однажды на канале у меня спросили как можно из белой основы сделать такой бордовый цвет да вообще реально это или нет но давайте как раз на этом примере я вам его и покажу то что основа розовая ничего страшного это точно такой же цвет получается если в красный пигмент добавить белую основу просто добавляем его больше вот у нас получается такой оттенок и теперь сюда мы будем добавлять фиолетовый добавляем на глаз до получения желаемого цвета и вот такой вот у меня получается оттенок кстати почти такой же оттенок получается если в белой основу добавить турецкую пасту малина вот почти почти такой же оттенок получается так хорошо сбрызгиваем формы пускай все хризантемы у меня будут одного цвета кстати как раз с одним цветом очень удобно потом выбирать какая форма интересней чем когда их заливаешь например разным цветом так как в разном свете также как автомобиль и например в разном цвете один и тот же автомобиль может смотреться абсолютно по-разному то же самое с цветами поэтому давайте ради интереса зальем их все в одном цвете хорошо сбрызгиваем спиртом основа у меня горячая и наливаем наливаю примерно до середины прокручиваю обязательно простукиваю при желании можно помочь палочкой в принципе в этой группе очень хорошо проливаются цветы так что здесь палочки особо и не нужна так и доливаем до конца кстати вот этой же основой можно залить и подсолнух представляете у меня на даче расцвел подсолнух вот как раз я сейчас даже прикрепляю вам фотографию специально сфотографировала оставила представляете какой красивый цвет то есть на фоне желтых подсолнухов у меня расцвел вот такого вот я даже не знаю как назвать этот цвет бордово коричнево черный какой-то вот и как раз этой основой мне кажется что можно залить этот подсолнух в качестве эксперимента например посмотреть как это будет смотреться так эксперимента ради я даже достала свой большой подсолнух sunrise вот не знаю что с этим делать заливать все таки отдельным цветом или оставить как есть и залить в один цвет а потом затонировать так ну что же сделать давайте наверное все таки мы сейчас зальем во первых серединке у всех подсолнухов во вторых все таки я пройдусь вот здесь вот зеленым цветом для этого я буду использовать кисточку для того чтобы залить серединке я буду использовать прозрачную основу и сюда я добавлю пигмент молочный шоколад и черный чисто черный не люблю использовать получается очень мрачный такой холодный оттенок я его всегда делаю более теплым за счет коричневого сначала наливаю коричневый цвет делаем полу плотный и теперь добавляем сюда черный только для того чтобы как бы затемнить получается так а в этом подсолнухе нам надо залить и серединку и покрасить стеночки давайте наверное начнем со стеночек использую широкую вот такую вот кисточку макаю в основу и прокрашиваю все боковушки так вот что у меня получается все стеночки прокрашены и серединка тоже вот с этой вот маленькой формы кстати давайте тогда начнем наверное с нее с этой маленькой формой нам нужно дедать не до конца залить красную основу он так чтобы потом сверху у нас еще была ну как бы такая вот зеленая попка поэтому наливаем не до конца вот так вот примерно проходимся палочкой оставляю застывать и потом мы дольем здесь уже зеленую также напомню что эти формы можно заливать в два цвета то есть например сейчас я заливаю такой вот темно-бордовый цвет и потом свысока в серединку можно прям даже черный налить и тогда серединка у цветочка будет как бы изнутри затонирована более темным цветом то есть они там все перемешаются конечно серединка не будет прям такой черный можете бордово черную основу замешать вот и должно получиться очень красиво именно вот в такой вот комбинации цветов со светлым желтым получается ну как бы немножко грубовато что ли вот а с таким цветом должно интересно получиться так а с этим георгином георгин феликс мы сейчас с вами поступим очень нежно мы его зальем нежно розовым цветом а потом сверху дольем оранжевый и посмотрим как раз на комбинацию именно таких цветов то есть этот цветочек у нас будет нежно-нежно розовый изнутри он будет светиться оранжевым для того чтобы сделать нежно-розовый цвет точно также белую основу я добавляю южный закат но совсем чуть-чуть вот тут буквально пять капель у меня еле-еле уловимый розовый оттенок добавляю сюда одушку сбрызгиваем форму то есть оранжевый пигмент я буду добавлять сразу же непосредственно после заливки розового так скрепляем резиночками и наливаю розовый пигмент розовую основу наливаю чуть больше половины форму прокручиваем простукиваем проходимся палочкой не даем основе застыть и сюда я добавляю оранжевый пигмент вот такой получается коралловый такой красивый оттенок и свысока наливаем сюда в розовый для того чтобы основа затекла верхние лепесточки слегка приоткройте форму так у меня здесь схватилась немножко основа я сбрызгиваю спиртом и наливаю зеленую основу так и теперь у меня остались две вот эти вот букетные вставочки и для того чтобы их залить давайте попробуем вот эту вот например залить белым цветом и потом по готовому мылу мы ее слегка затонируем розовым или малиновым чем-нибудь а вот эту мы с вами зальем в виде колоска в эту же белую основу которой я залью я добавлю пигмент карамель и зальем этот хорошо сбрызгиваем спиртом что мне визуально понравилось чешуйки идут видите как бы сверху вниз значит основа будет заливаться то есть не должно быть ни проливов у нас скрепляем резиночками и наливаем основу то есть видите получается когда основа поднимается кверху она как бы непроизвольно затекает внутрь этих чешуек оставляем а сюда я добавлю буквально одну капельку пигмента карамель сейчас посмотрим на цвет да еще одну еще одну капельку вот такой получается видите такой теплый как топленое молоко у нас получается цвет точно так же сбрызгиваем спиртом лишний спирт обязательно удаляйте потому что если спирт останется внутри вот этих вот чешуек он просто не даст основе туда затечь и наливаем все все формы залиты оставляем их застывать и потом посмотрим что получилось мыло мое застыло можно доставать и смотреть так это у нас комплект гладиолусов открываем формы о какой красивый посмотрите самое главное что как идеально все проливается убираем сразу вот эту бороду которая здесь образовалась по шву разрез идет четко в складочке поэтому его практически не видно если где-то все таки остается какой-то след можно вот так просто ватной палочкой затираете и ничего не видно просто ну там чтобы ножичком например или там зубочисткой не шкрябать вот то просто затираете так это была форма 1 и это форма 2 вот такая вот уменьшенная версия так вот это у нас получается основные такие главные формы цветочки и теперь самое интересное посмотреть на вот эти вот бутоны аккуратно открываем форму и как бы выдавливаем получается этот цветочек вот отсюда от основания чтобы ничего не повредить вот такая красота и теперь я хочу эти цветочки немножко затонировать потому что в таком ну как бы в одном оттенке да они не очень интересные так я буду использовать сухие тени и беру какой-нибудь оттенок отличный от моего этого основного цвета вот можно взять кирпичный или красный и вот эту вот серединку от серединки получается кверху я прохожусь все получается цветочек как бы светится изнутри вот посмотрите какой получается эффект вот прямо оттуда от серединки так чтобы вверх лепесточка оставался своего цвета на серединку и немножко закрашиваем получается тычинку вот эту все-таки тонировка цветочков вот она стала популярной относительно недавно до этого все в основном заливали просто цветом а вот эта тонировка я даже не знаю откуда она пошла но очень хорошо так активно набирает популярность и я думаю что не зря шикарные цветы посмотрите так следующее давайте попробуем букетные вставочки и попробуем посмотрим давайте посмотрим букетные вставки какой шикарный оаа смотрите потрясающий так и маленький ну так маленький они в принципе одинаковые по размеру но мне просто кажется что этот как бы по компактнее какой прикольные смотрите их можно как вместе использовать например в одном букете так и по отдельности наверное мне даже вот этот цвет больше нравится смотрите как отлично все проливается так и вот этот я хотела немножко затонировать только уже розовым цветом кисточку буду использовать ту же самую и вот самый кончик просто пройдусь розовым цветом потрясающе красиво куда-нибудь в букеты мне кажется вот такой вот коричневый отлично будет смотреться с подсолнухами а вот такой вот нежный можно с розами с магнолиями с камелиями дащим чем угодно просто ну как бы так вот более более нежный так как бы так это оставить вот так давайте посмотрим хризантемы так не то не то а хризантемы так это хризантема кармина и еще и не вытащите и смотрите какая красивая так верну обратно потому что я говорю что я еще пока не разбираюсь в этих цветах о какая посмотрите какой потрясающий цветок мне кажется либо с белыми так это хризантема ирида либо с белыми такими игольчатыми хризантемами надо либо розы что-то нибудь такое вот мне кажется это должно красиво сочетаться конечно их можно заливать в любом цвете но главное посмотрите вообще все лепесточки даже поближе покажу все лепесточки проливаются да я конечно простукивала там палочкой прошлась но некоторым цветам цветкам это даже не помогает и посмотрите эти хризантемы отлично друг друга дополняют то есть у них как раз одинаковые такие закрученные лепесточки единственное что у этого такая серединка побольше следующий раз когда будем какой-нибудь букет собирать надо его попробовать этот цветочек в таком более спокойном в нежном цвете залить так а это у нас хризантема амадея о какая ой но красивые вот эти вот наверное очень похоже да и все равно вот и как раз в один букет сделать смотрите как красиво да да я очень довольна этими цветами так давайте подсолнухи посмотрим как они все-таки будут смотреться в этом цвете потому что в таком цвете я вообще впервые заливаю честно говоря я даже не знала что бывают такие подсолнухи пока у нас не вырос в этом году нас вообще какая-то экзотика вырастает то тюльпаны какие-то звездочками я выкладывала кстати в группе вконтакте с намеком что форма делом и лепщиком надо сделать такие формы не знаю какие-то космические там цветы необычные вот и такой подсолнух у нас вырос никогда не было все время как-то желтенькие но оранжевые вот а тут вот такой вот цвет ну я думаю что очень даже похож так вот это вот основание я его не по прямой срезаю а вот так вот немножечко наискосок чтобы она оставалась вот таким вот большим так но это кстати sunrise подсолнух большой который у меня в принципе был так это средний вот какой красавчик так и это бутон какой вот это вот все что натекло на зеленое это все можно почистить аккуратненько соскоблить красная и у вас останется чистый зеленый цвет как видите вот как видите это все хорошо снимается так и последнее что у меня осталось и это георгин феликс о какой смотрите помпончик этот цветочек мы с вами заливали в два цвета нежно-розовый и потом доливали оранжевый и получается вот такая вот интересная серединка так при желании теперь можно затонировать так вот на этом георгиния выделю желтым цветом серединку то есть добавим еще один такой вот акцент вот такой получается цветочек на подсолнух их наверное я пройдусь так я пройдусь немножко семечками посмотрим вот предлагаю сегодняшнее видео оставить как обзорная и как заливку цветов а для сборки букета жду вас на канале обязательно сниму отдельные видео всем большое спасибо за просмотр до новых встреч